Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы так рады, что вы с нами сегодня. Смотря эту передачу, будьте полны ожиданий. Ожидайте, что Бог будет говорить с вами. Ожидайте ответов. Ожидайте помощи в своей жизни. Пожалуйста, возьмите Библию, блокнот, ручку. Учитесь вместе с нами. Уже какое-то время мы проходим разные исцеления, произошедшие во время земного служения Иисуса. Изучаем их. Почему? Потому что в них содержится все, что нам нужно знать о том, как получить исцеление, а также о том, как служить исцелением. Послушайте, Бог хочет, чтобы мы были сведущими в Его Слове, умело принимали Его, а также умело служили им другим. Вы скажете, но, пастор Нэнси, у меня нет служения. Каждому дано служение примирения. Каждому. Что такое служение примирения? Говорите людям, что Бог их не обвиняет, что Бог все им обеспечил. Спасение, освобождение, мир, радость, все, в чем они нуждаются. И вам дана привилегия рассказать им об этом. Также Слово говорит, возложат руки на больных, и они будут здоровы. И Иисус говорил не о проповедниках, Он говорил о вас, ведь в вас живет тот, кто больше того, кто в мире. И вам нужно знать, как служить исцелением другим людям, а также как принять свое исцеление. Поэтому мы уделили время тому, чтобы подробно, строчку за строчкой, изучить истории исцелений, произошедших во время земного служения Иисуса. Мы посвятили этому время и рады, что вы к нам присоединились. Сегодня, пожалуйста, откройте со мной четвертую главу Иоанна. И начнем читать 46 стиха. Итак, Иисус опять пришел в Канну Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Царедворец говорит ему, Господи, приди, пока не умер сын мой. Иисус говорит ему, пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали, сын твой здоров. Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали, вчера, в седьмом часу, горячка оставила его. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, сын твой здоров, и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Давайте вернемся к началу и подробно изучим эти стихи. Еще раз прочитаем 46 и 47 стихи. Итак, Иисус опять пришел в Канну Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Мы прочитали, что это второе чудо, которое Иисус сотворил в Галилее. Первое чудо было, когда Иисус превратил воду в вино на свадьбе. Помните, и у царедворца хватило веры, чтобы попросить Иисуса прийти и послужить его сыну. Очевидно, он слышал о первом чуде. Возможно, он присутствовал на той свадьбе, где произошло чудо. Этого мы не знаем. Но мы знаем, что он слышал что-то об Иисусе. И потому пришел к нему, оказавшись в очень тяжелой ситуации, когда сын был при смерти. Он попросил Иисуса прийти к нему домой и послужить его сыну. Мы можем предположить, что сын был малолетним, потому что он все еще находился под властью своего отца. Пока дети маленькие, наша вера работает для них. Если у ребенка есть нужда, вы можете помолиться, и Бог ответит на вашу веру. Но по мере роста детей, Бог ожидает большего от их жизни веры. Им нужно развивать собственную жизнь веры. И Бог будет ожидать и требовать от них большего. Я учила своих детей. У меня два сына. Одному 35 лет, а второму 27? 26. Я не знаю. Я не знаю, сколько ему лет. Ему 26. Да. Ему 26. Спасибо. Если теперь у них возникает нужда, и они мне о ней рассказывают, я говорю, вот как вам нужно об этом молиться. Вот во что вам нужно верить. Я возлагаю ответственность верить на них, потому что я не хочу, чтобы они были духовно зависимыми от меня во взрослом возрасте. Бог хочет, чтобы у каждого из нас была своя вера. Но пока дети маленькие, Бог позволяет вашей вере работать для них. И родители оказывают детям медвежью услугу, думая, что еще многие годы смогут нести их своей верой. Так не выйдет. Учаясь сами, мы также должны обучать их. Итак, мы можем предположить, что сын царедворца был несовершеннолетним, потому что Иисус позволил вере его отца работать для него. 48 стих. Царедворец говорит ему, Господи, приди, пока не умер сын мой. Иисус говорит ему, пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. Его вера изначально опиралась на то, что Иисус придет к нему домой. Не пободрствовав, можно вместо слова опереть свою веру на что-то другое. Его вера была основана на приходе Иисуса к нему домой. Мне нужно увидеть, как ты придешь. Мне нужно увидеть, как ты коснешься моего сына. Мне нужно услышать, как ты за него помолишься. Ну, Иисус встретил его на этом уровне, но затем поднял его веру. Он поднял его веру. Иисус не пошел к нему домой. Почему? Потому что хотел перевести его на новый уровень веры. Иисус к его сыну и близко не подошел. Иисус не возложил на него руки. Иисус не помолился за него. Он не сделал ничего из того, о чем просил царедворец. Почему? Потому что он осознавал, вера этого человека способна возрасти. И я повышу требования к его вере, чтобы она возросла. Вместо того, чтобы пойти к нему домой, вместо того, чтобы возложить руки на сына и помолиться за него, что сделал Иисус? Он сказал слово. Он дал царедворцу слово, в которое поверить. Одно дело верить, потому что Иисус пришел к вам домой. Другое дело верить, потому что Он вам что-то сказал. Это совершенно другой уровень веры. Итак, Иисус предъявил к его вере более высокие требования. Ему нужно было верить, что его сын исцелен по одной причине. Потому что Иисус так сказал. Просто потому что Иисус так сказал. И мы видим, что царедворец выбрал в это поверить. Он выбрал поверить, что его сын может исцелиться, даже если Иисус не придет к нему домой. Он выбрал поверить, что даже если Иисус не возложит руки на его сына, его сын все равно может исцелиться. Он выбрал поверить, что даже если он никогда не услышит, как Иисус молится за его сына, сын все равно может исцелиться. Что же царедворец сделал? Он поверил Иисусу на слово. Именно такая вера угодна Богу. Вера, которая абсолютно верит Ему на слово. Без каких-либо доказательств. Без каких-либо подтверждений. Без каких-либо изменений. Вы просто верите в то, что Он сказал, и продолжаете жить дальше. Итак, вера – это выбор. Это не чувство. Многие люди хотят почувствовать что-то духовное, прежде чем поверить, что Бог их услышал, или поверить, что Бог действует для них. Но нам нужно выбрать поверить независимо от своих чувств, независимо от того, что мы видим, потому что вера – это выбор, а не чувство. И вы можете выбрать поверить в то, что правильно, тогда как ощущаете все, что неправильно. Видите все, что неправильно. Пред лицом всего этого вы все равно можете выбрать поверить. И вот что чудесно. У царедворца была вера, чтобы прийти, но были ограниченные ожидания. Он ожидал, что его сын может исцелиться, если Иисус придет к нему домой, если он коснется его сына, и если он помолится. А Иисус сказал, «Я не хочу оставить твою веру на этом уровне. Давай пойдем выше. Поверь словам». И он поверил словам Иисуса и пошел. Он ушел, словно уже все совершилось. Подумайте, его сын был при смерти. Нужна была вера, чтобы повернуться и уйти, сказав, «Его слов достаточно». Шел он к Иисусу не с таким настроем, но, побывав рядом с Иисусом и послушав Его, он ушел другим. Аминь. Он ушел оттуда, веря, что слов Иисуса достаточно для его умирающего сына. Что мы здесь видим? Бог восполняет наши нужды разными способами, разными методами. И Он хочет использовать для нас тот метод, который переведет нас на самый высокий уровень веры. Он хочет перевести нас на более высокий уровень веры, чем до появления нужды. Иисус поведет нас, Бог поведет нас, Дух Святой поведет нас так, как лучше для нашей веры. Царедворец легко мог поверить, что его сын исцелится, если Иисус придет. Но Иисус сказал, «Давай переведем твою веру на другой уровень, предъявим другие требования к твоей вере». Аминь. Иисус сказал ему, «Пойди, сын твой здоров». И царедворец поверил словам. А не тому, что видел, ведь он не увидел Иисуса у себя дома. Не тому, что слышал, ведь он не услышал Иисуса, молящегося за его сына. Иисус просто сказал слово «Пойди». Он сказал, «Пойди, сын твой здоров». Я обожаю слова, которые Иисус сказал царедворцу. Можете себе представить, насколько он был поглощен тем, что сын был при смерти? Такие мысли поглощают все внимание. Не так ли? Конечно. Это полностью истощает. И в переводе короля Иакова Иисус сказал ему, «Иди своим путем». Что это значит? «Вернись к жизни». «Вернись к жизни». «Просто пойди и продолжи жить». Многие люди перестают что-то делать для Бога из-за того, что поглощены своей нуждой. Настоящая же вера ведет себя так. «Я победил». И я не стану приостанавливать свою жизнь. Я не перестану двигаться вперед по плану Божьему. Я продолжу идти своим путем. Конечно, если это праведный путь, угождающий Богу. Иисус, по сути, сказал царедворцу, «Иди своим путем. Пойди домой. Вернись к своей жизни». Для этого потребовалась вера. Ведь последнее, что он видел, был умирающий сын. Потребовалась вера, чтобы он сказал, «Я могу продолжить жить. Мне не нужно останавливать все в своей жизни, чтобы сфокусироваться на вызове, с которым я столкнулся». Слова Иисуса «пойди» не значит «ничего не делай». «Пойди в вере». Каким путем идти? Путем веры. Пойди путем веры. Он пошел, веря словам Иисуса. Он пошел, веря, что состояние его сына изменилось. Он ожидал чего-то и шел путем веры, возвращаясь к своей жизни. «Пойди, сын твой здоров». Я не знаю, насколько дальний путь предстоял царедворцу, но я полагаю, что Иисус дал ему что-то, о чем думать в пути. Иисус сказал ему, «Пойди». И он отправился домой, но Иисус дал ему знание, что-то, о чем размышлять в пути. Ведь дьявол обожает изводить людей. Ты не привел с собой пророка. Он не пошел в твой дом. Он не возложит руки на твоего сына. Он не помолится за него. Но Иисус дал царедворцу, о чем размышлять в пути домой. «Сын твой здоров! Сын твой здоров! Сын твой здоров!» Он дал ему слова, за которые держаться, пока он шел путем веры домой. «Сын твой здоров! Сын твой здоров!» И он думал об этом снова и снова. Говорил это, размышлял об этом. Почему? Потому что иначе дьявол терзал бы его ум. Поймите, людей, столкнувшихся с нуждой, дьявол обожает изводить ею. Знайте, что говорит Слово. Знайте, что говорит Слово. И вернитесь к жизни путем веры. Пойдите своим путем. Пойдите путем веры. И, идя путем веры, размышляйте о том, что говорит Слово. Размышляйте об указаниях, данных вам в Слове. В этом ваш мир, ваша радость. Вера не просто сидит и ждет, наблюдая, сработает ли Слово. Вера верит во что-то. Иисус дал царь-дворцу во что верить. Он верил, что его Сын здоров. И он верил в это при каждом шаге, который он делал по направлению к дому. Вера верит и говорит Слово. Она поступает так, словно Слово правда. Она возвращается к жизни путем веры. Аминь. 51 и 52 стихи. На дороге встретили его слуги его и сказали, «Сын твой здоров». А, не то же ли самое сказал Иисус? «Сын твой здоров». Царедворец шел и повторял эти слова снова и снова. Он за них держался при каждом шаге. И потому, придя, получил доказательство того, что ему сказал Иисус. На дороге встретили его слуги его и сказали, «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали, «Вчера, в седьмом часу, горячка оставила его». То есть, царедворец уже второй день был в пути. Он где-то переночевал, лег поспать. И, идя спать в такой ситуации, нельзя думать о том, что сын умирает. Нужно думать о том, что говорит Слово. «Он здоров. Здоров. Я могу спать спокойно. Он здоров. Аминь». Тогда он спросил у них, в котором часу он начал поправляться. Мы видим, что это был процесс. Чудо произошло постепенно. Прошла горячка, и это был первый признак процесса исцеления, который им удалось измерить. Мы не знаем, была ли это инфекция, что это была за болезнь, но мы знаем, что одним из симптомов была горячка. И этот симптом они могли измерить. Определить, есть он или его нет. Итак, первое, что им удалось измерить, это, что прошла горячка. И, конечно, мы можем предположить, что процесс исцеления продолжился. Итак, он начал поправляться. Это случай постепенного исцеления, не мгновенного исцеления. Хотя оно постепенное, оно все равно божественное. Хотя оно постепенное, оно все равно сверхъестественное. А многие ограничивают Бога, ища лишь мгновенных чудес. Они ограничивают Бога, веря только, если что-то происходит мгновенно. И если мгновенно ничего не происходит, они перестают верить, бросают веру, отказываются от нее, потому что что-то не произошло мгновенно. Это исцеление не было мгновенным, это был процесс, и это был результат служения Иисуса. Не каждый исцелялся мгновенно. Сын начал поправляться. Я бы сказала, что сын шел на поправку по мере того, как царедворец продолжал держаться за то, что сказал Иисус. «Сын мой здоров, сын мой здоров, сын мой здоров». И благодаря тому, что он верил в истину по пути домой, процесс исцеления продолжался. Если бы он перестал верить, процесс исцеления остановился бы. Но он продолжал верить, и процесс продолжался. Многие заблуждаются, ограничивая Бога мгновенными чудесами и упускают сверхъестественное. Этот процесс был сверхъестественным, каким бы постепенным он ни был. Ограничивать Бога тем, что мгновенно, это неправильное мышление. Люди полагают, что все, что Бог делает, мгновенно. В этом случае это не было так. Исцеление не произошло мгновенно. И это связано не с верой Иисуса, а с верой человека. Аминь. Враг пользуется любым неправильным мышлением, чтобы вызвать сомнения. Если кто-то думает, я исцелен только, если это проявляется мгновенно, это неправильное мышление, и дьявол этим воспользуется, чтобы вызвать сомнения. А сомневаясь, мы перестаем верить и не получаем чуда, которое могло быть нашим. Исцеление, которое могло быть нашим. Аминь. Я вам процитирую Марка 16, 18. Там сказано, возложат руки на больных, и они что? Выздоровеют. Это процесс. Здесь не сказано, они мгновенно исцелятся. Сказано, они выздоровеют. Иногда процесс выздоровления может произойти во мгновение. А иногда он может занять дни, недели, может, даже месяцы. Но если мы просто продолжим верить, процесс будет происходить. И не волнуйтесь о том, как долго он займет. Наше дело – верить. Это наше дело. Божье дело – проявить ответ. Наше дело – просто продолжать верить. Просто займитесь тем, чтобы верить. Как узнать, верите ли вы? Веря, вы благодарите Бога. Отец, я благодарю Тебя, что я исцелена. Я благодарю Тебя, что вся боль ушла из моего тела. Я благодарю Тебя, что мое тело здорово и функционирует как надо. Аминь. Один евангелист рассказывал о том, как много лет назад ему поставили диагноз «туберкулез». А дело было где-то в 30-х годах 20 века. Туберкулез был смертельным приговором в те дни. В каждой церкви, которую посещал этот молодой евангелист, он просил людей молиться за него. Всякий раз, когда он придет им на память. В течение года он побывал во многих церквях. И, конечно, многие люди сказали, да, мы будем молиться за тебя. А его здоровье все больше и больше и больше ухудшалось. И вот он уже лежал при смерти. Дома у родителей жены, которые приняли их у себя. Он лежал на смертном одре и думал, если бы дело было в молитве, я бы уже был исцелен, потому что сотни людей согласились за меня молиться. Но я все еще не исцелен. Значит, дело не в молитве. Видимо, мне просто нужно поверить Богу на слово. И он сказал Богу, я просто поверю тебе на слово. Я перестану молиться, чтобы ты что-то сделал, и просто поверю тебе на слово. Именно так поступил царедворец. Он поверил Иисусу на слово. Он не остался стоять и просить, просить, просить и просить Иисуса. Он просто пошел домой. И молодой служитель осознал, мне нужна не молитва, мне нужно просто поверить Богу на слово. Поверить, что Он заплатил цену за мое исцеление. И вот он вышел, точнее, выполз из дома, так как ему нравилось одно место во дворе, и Он решил, я пойду туда и просто буду славить Бога за исцеление. Он дополз туда, а Его легкие были настолько слабы из-за туберкулеза, что Он еле мог шептать. И Он просто лежал на земле. У Него все силы ушли на то, чтобы просто туда добраться. И вот Он лежал и шептал, «Спасибо, что я исцелен. Спасибо за исцеление. Я верю в Твое слово, что Ты взял мои немощи и понес болезни. Я перестану молиться об этом и буду просто верить, что это правда». И Он просто начал славить и славить и славить. Он рассказывал, что сначала Он мог лишь шептать, а через час Он стоял на ногах и кричал так громко, что Его было слышно по всей улице. Почему? Потому что процесс исцеления не был мгновенным, но Он начал поправляться, когда поверил, сказанному Слову. Вместо того, чтобы ждать, пока Он что-нибудь увидит или почувствует, чтобы поверить, Он поверил в Слово. И когда Он поверил в Слово, это Слово начало производить в Нем работу. Если вы нуждаетесь в чем-то от Бога, просто идите своим путем и верьте, что вы получаете. Верьте в Слово. Перестаньте пытаться просчитать, разобраться, когда это произойдет, как это произойдет. Это не по нашей части. Божье дело, как это произойдет. Божье дело – сила. Наше дело – верить. А верить легко. Все, что нужно, это сказать. «Я верю, что я получаю. Я верю, что я получаю. Я верю, что я получаю. Я верю, что я получаю». Вы скажете, «Я это уже говорил». Царедворец явно говорил это всю дорогу домой. Час за часом он верил всю дорогу домой. Не важно, как долго придется говорить. Важно, как сильно вы этого хотите. Я хочу этого достаточно, сильно, чтобы продолжать верить. Просто продолжайте верить, просто продолжайте верить. Я говорю, просто продолжайте верить. Идите своим путем, продолжайте жить, идите путем веры. Встаньте и продолжайте жить, продолжайте верить, продолжайте говорить. И не позвольте противостоянию остановить ваше продвижение. Двигайтесь вперед в вере. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.